ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Всякую нужду вашу, заметьте, Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему. Друзья, когда мы служим Господу, когда мы сеем Царство Божие, когда мы служим финансами или каким-либо другим образом, своими ресурсами, мы это делаем по своему богатству. Бог нам воздаёт по своему богатству, по богатству своему славе Христом Иисусом. Сегодня множество христиан, огорчённых, разочарованных по причине негативного финансового опыта в своём духовном хождении. Некоторые люди, они отделяли или отделяют, или, может быть, отделяли 10% своего дохода, десятину, они периодически жертвовали, пережертвовали, верят в учение о процветании, или пробовали верить, пробовали жертвовать по вере, как они думали, но в итоге остались разочарованы результатами, или, точнее, отсутствием результатов в финансовом вопросе. Почему? Друзья, почему происходит такое, что некоторые христиане, они разочарованы? Особенно сейчас, когда я говорю о финансах, именно в этой сфере много разочарованы, много огорчённых людей. Друзья, во-первых, мы не должны допускать разочарований в своё сердце, мы не должны допускать огорчения. Но, есть один очень важный момент, то, что истина всегда остаётся истиной. И, знаете, Библия говорит, что в последние времена люди будут избирать себе учителей. Заметьте, не Бог будет давать, Бог даёт нам, людей. Но некоторые люди будут сами избирать себе учителей, которые льстили бы слух. Которые льстили бы слуху. И Библия говорит, и от истины отвратят свой слух и обратятся к пастыре. Сегодня много басер, особенно некоторые учения, они крайние такие. Учения, то учение о преуспевании и о процветании, которые сегодня... Вы знаете, я верю, и Библия говорит о том, что Бог восполнит всякую нашу нужду. Библия говорит о том, что Бог желает, чтобы мы преуспевали. Но очень много сегодня учений о преуспевании, которые являются крайностью. И это такие учения, которые льстили бы нашему слуху. Которые обещают постоянное воздаяние. Причём не просто воздаяние, а как в банке, под проценты. 30-60-100 крат. И очень часто эти учения, на самом деле, они отвращают от истины. И возбуждают в людях постоянную жажду и желание к материальным вещам. Подогревают серебролюбие. И сегодня, знаете, я, слава Богу, ещё застал времена, когда ценилось духовное служение. Когда, знаете, ценно было, когда люди хотели быть служителями. Когда хотели быть пасторами, когда хотели быть служителями, что-то делать в церкви. Я помню, как в конце 90-х, 2000-х годов, вот этот крен пошёл на такие, знаете, психологические вещи. И когда стали очень много говорить о процветании, и все захотели быть бизнесменами. И христианскими, конечно же, чтобы Бог благословлял. Друзья, это крайность. Я даже, знаете, слышал, что сейчас есть такие учения, что пасторы или проповедники, они должны быть, они должны, например, ездить на хорошей машине. Если у них не очень хорошая машина, значит, никто им не поверит. Но, друзья, Иисус не ездил на золотой карете. И Евангелие, служение Иисуса подтверждалось чудесами, знамениями, исцелениями. И вот, друзья, к чему мы должны стремиться. Писание говорит, что мы получили благословение Авраама, дабы нам получить обещанного духа верой. Мы должны стремиться к помазанию, мы должны стремиться, друзья, к Божьему присутствию. Мы должны искать Бога. А Бог, когда мы Его ищем, Он найдет способы, чтобы восполнить все наши нужды. Мы не должны переживать по этому поводу, если Бог является нашим Отцом. Мы Его дети, Бог позаботится о нас, друзья. Но мы не должны сегодня вот в эти крайности, когда все, что люди думают, это деньги материальные, все, о чем они молятся, это материальное. Бог обещает нам преуспевание, но Бог не желает, чтобы мы стремились к преуспеванию. Написано, ищите же прежде, что? Царство Божье. И правды Его. И теперь какой будет результат? Все остальное приложится. Но если мы ищем все остальное и думаем, что и Царство Божье приложится, то мы на ошибочном пути. Поэтому учение о преуспевании, которое нас крайностями, которое сегодня доминирует, оно не является библейским. И отсюда множество разочарований. Потому что Бог благословит, когда мы верим в истину. Но если мы прибавляем к этой истине, истина всегда остается истиной. Если мы прибавляем к этой истине, если мы хотим немножко поменять Евангелие, чтобы оно, как мы даже думаем, что оно кого-то привлечет. Друзья, Иисус сказал, когда я буду распят, я всех привлеку к себе. Учение о процветании, оно никого не привлечет. Если оно и привлечет, то не надо, чтобы оно никого привлекало. Нам, друзья, нужны люди, которые будут любить Господа Иисуса Христа, а не которые будут любить деньги. Поэтому прошлое воскресенье я немножко говорил о мотивах. Да, помните? То есть когда разочарование уйдет, когда мы возвратимся к истине, когда мы будем стоять во всех вопросах. в вопросах исцеления, в вопросах преуспевания. Когда мы будем стоять на Слове Божьем, не прибавляя и не убавляя. И поэтому я говорил о мотивах. Я еще раз повторю, что мотивы очень важны. Если я хочу преуспевать, каков мой мотив? Давайте мы возвратимся к филиппийцам, но посмотрим очень быстро Якова, то, о чем мы говорили в прошлом воскресенье, немножко я просто напомню мотивы. Помните, когда мы также смотрели, что когда один учитель закона подошел к Иисусу, это восьмая глава Ватфея, мы не будем сейчас открывать, и он говорит, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Слова правильные, но Иисуса интересует состояние нашего сердца, мотивы. Господь говорит ему, «Птицы небесные имеют гнезда, а звери земные имеют норы, а сын человеческий не имеет, где преклонить своей головы». И вот Якова 4 глава, «Желаете и не имеете, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Не получаете, потому что не просите. Некоторые христиане, на самом деле, они пытаются решать все проблемы, но они как-то не могут найти время, чтобы преклонить свои колени и помолиться, попросить. Но есть и другая ситуация, когда просим, но не получаем. Почему? Потому что не все, что мы думаем, то, что в наших глазах является добром. Знаете, некоторые вещи, мы думаем, что это добро в наших глазах, но в глазах божьих это не всегда является добром. Вот эти просите и не получаете, то, что просите не на добро. Некоторые вещи, Господь считает, что они не являются добром, И они не послужат нам во благо. Иногда, как я смотрю, удерживает процветание и преуспевание от человека, потому что он на самом деле не готов получить и иметь преуспевание. Помните, когда младший сын подошел к отцу и попросил разделить имение? Отец разделил имение и дал ему его часть имения. И что написано? Что он ушел от отца. Сразу же он ушел от отца. И, живя распутно, он расточил все имение. Он расточил. Поэтому иногда, друзья, Бог удерживает некоторые вещи во благо для нас. Потому что он знает наше сердце. То есть он знает, что нам дать и когда это дать, что для нас будет лучше, и времена, когда и что дать. И также Господь желает, чтобы мы научились распоряжаться правильно тем, что у нас уже есть. Каждый из нас имеет меру веры, меру преуспевания, меру какого-то процветания, что-то мы имеем. Насколько мы правильно распоряжаемся тем, что мы имеем. Теперь, во-вторых, друзья, наше желание должно быть направлено к Богу, как я уже говорил. А не к каким-то вот этим материальным вещам. Библия говорит, что все видимое временно. Все видимое временно. И иногда какие-то трудности, может быть, это финансовые могут быть также трудности. Бог смотрит на нашу реакцию, Бог смотрит на нашу веру. Давайте посмотрим Римлян 12 глава. Друзья, наша реакция на трудности, на временные трудности, очень часто определяет, насколько мы сможем продвигаться в деле, насколько мы сможем продвигаться и возрастать любовью. Бог иногда что-то удерживает. Бог иногда не открывает нам какие-то двери. И мы должны иметь терпение. Аминь. Друзья, мы должны иметь терпение. Знаете, иногда может быть не хватает денег. Иногда может быть какие-то нужды. Но если у нас из-за этого портится настроение, если мы начинаем из-за этого вопить, переживать, расстраивать, перестаем молиться, перестаем Библию читать. Знаете, это как маленькие дети, когда им что-то не дашь или начинают дергать ногами. Знаете, что-то такие разные пюре-эты. Римлян 12 глава. Садимся в усердии, не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой. И вот на что я хотел бы обратить ваше внимание сегодня. В скорби будьте терпеливы. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянной. В скорби будьте терпеливы. Когда приходит скорбь. Когда приходит какая-то ситуация, которая приносит нам дискомфорт. Библия говорит, будьте терпеливы в этом. То есть не надо раздражаться, не надо, чтобы твое настроение портилось, не надо огорчаться, не надо разочаровываться. А наоборот, надо, как-то дальше сказано, что в молитве будьте постоянны. Продолжай верить, продолжай уповать. Пусть будет работать над нашим сердцем в таких ситуациях. Потому что, друзья, именно когда приходит давление, тогда все, что внутри нас, оно исходит из нас. Оно проявляется. И вот эти вот сложные какие-то периоды в жизни Бог допускает, чтобы нас очистить. Вы знаете, как серебро и золото очищают? Этот металл его помещают в огонь. И все примеси, они выходят на поверхность. И тогда плавильщик, он убирает все эти примеси. И вот, друзья, Бог хочет нас... Помните, как Ио, по-моему, сказал, что испытай меня, выйду как золото. То есть иногда вот эти сложные моменты Бог допускает, чтобы в нас проявилось то, что есть. И, друзья, когда проявляется то, что есть внутри нас, мы так же не должны расстраиваться. Мы должны говорить, Господь, спасибо тебе, что ты показал мне. Но во Христе я новое творение, я благословлен в тебе. Я верю, Господь, что ты очистишь меня. Я хочу быть как золото, самой высокой пробой. Я хочу, чтобы быть... Я хочу быть сосудом угодным для твоего, чтобы ты мог меня употребить как сосуд. Сосудом угодным на всякое доброе дело, друзья. Сосуд должен быть чистым. Мы должны верить. Мы должны уповать на Господа. Поэтому потерпи. Потерпи, когда трудности, потерпи. Бог выведет. Не паникуй. Ну подумаешь, нет денег. Ну что тут такого? Ну слава Богу. Аллилуйя. Зато Бог есть. Друзья, денег может не быть, но Бог есть всегда. Ну подумаешь, ты не можешь купить то, что тебе так сильно хочется. Потому что мы думаем, что это так важно для нас. На самом деле, то, что тебе так сильно хочется, на самом деле, это вообще не важно для тебя. Бог сказал, Господь Иисус сказал, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека не зависит от этого. Но Царство Божие – это праведность, мир и радость в Духе Святом. Аминь. Поэтому, утешайтесь надеждой, скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной. И теперь, даже когда приходят трудности, дальше скажем, в нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте от страны приемствия. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не прокляйте. Очень важно в момент трудностей, может быть, каких-то скорбей, продолжать поступать правильно. Продолжать поступать по духу, благословлять людей, радоваться, в чьих-то нуждах принимать участие. Друзья, это вера, когда у тебя, может быть, где-то какие-то нужды не восполнили, но ты, видя нужды других, участвуешь в их нуждах. Этим открывая двери для Божьего благословения. Для Божьего благословения. И последнее местописание, мы будем молиться. Филиппийцам. Еще раз откроем Филиппийцам 4 главу. И Павел говорит с 11 секунд. Говорю, это не потому, что нуждаюсь. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Это искусство, друзья. Он говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я научился замечать то, что у меня есть. И я научился благодарить Бога за то, что у меня есть. Друзья, у нас есть здоровье. У некоторых людей, которые сегодня в больницах, у них нет здоровья. И они бы сегодня отдали бы многое, чтобы иметь здоровье. У нас есть крыша над головой. Друзья, мы должны научиться быть благодарны Богу за то, что у нас есть. Я разговариваю с людьми, которые ездят в миссионерские поездки в Африку. Они говорят, когда возвращаешься оттуда. Там, находясь там, происходит переоценка ценностей. Они говорят, возвращайся, как мы хорошо живем. Когда, знаете, в Кению люди приезжают. И там лужа посреди населенного пункта, откуда приходят черпать воду. И живут просто с картона какие-то, знаете, лачуги. И ты приезжаешь, и ты посмотришь на свою квартиру, и ты благодарен Богу за то, что ты сегодня богатый и благословенный человек. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Смотрите, умею жить. Это тоже искусство научиться жить. Научиться жить полноценной жизнью, независимо от того, в скудости ты, в изобилии ты. Но ты живешь полноценной жизнью с Богом, исполняя свое призвание, исполняя свое предназначение. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. И теперь опять 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом». Ты не зависишь из обилия или, может быть, недостаток. Ты благодаришь Бога, и ты знаешь, что Бог силен, и Бог восполнит всякую нужду. Но ты уже не зависишь от того, насколько и как быстро она будет восполнена. А ты зависишь от всемогущего Бога, который является твоим обеспечителем, который является твоим Господом. Аминь. Слава Господу, друзья! Пусть Бог благословит!